У меня выскочило сообщение, мол, что-то не так с компьютером. Да, мэм, мы поможем! Секунды и вместо миллионов на счету ноль. Кадры из фильма, как зарисовка из жизни. Какие схемы только не придумывают аферисты, чтобы списать деньги с банковских счетов. Но теперь одномоментно сделать это не получится. С 25 июля начал действовать закон, по которому банки обязаны замораживать переводы на два дня, если система посчитала их подозрительными. Согласно обновленному приказу Центробанка, есть шесть критериев, по которым ориентируются банки. Например, если перевод направлен на счет афериста, а его данные есть в базе Центробанка. Также автоматическая система блокирует так называемые нетипичные операции. Например, переводы крупной суммы посреди ночи из другого города или с редко используемой карты. Также транзакцию могут заморозить, если ее пытаются совершить с устройства, которое ранее использовалось мошенникам. Да, покупать бы у гаджета теперь станет опасней. Из нового банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым уже совершались мошеннические операции. На получателя средств заведено уголовное дело или если в банк поступила информация от сторонних организаций и данные свидетельствуют о мошенничестве. Эксперты рассказывают, жизнь станет неудобней, зато хоть немного безопасней. У вас была вечеринка, 20 человек, а вы все закупали на эту вечеринку. И одномоментно одинаковая сумма начала валиться вам на карточку. Банк тоже может посчитать это нетипичной операцией. До этого вы так не делали. Мы получим неудобства как потребители, то есть наши операции начнут дольше замораживаться, платежами сложности начнутся. Но если посмотреть масштаб, который сегодня происходит, да, это бедствие, фактически действительно бедствие современной эпохи, то это очень положительная история, которая действительно необходима и уже должно быть. Специалисты рассказывают, одна вечеринка может и не заблокировать вам карту, но если подозрительных критериев будет больше, то срок заморозки транзакций по ней будет два дня. Если клиент банка все же настаивает на переводе, несмотря на все стоп-сигналы, то дальше, как говорится, все на его совести. Если счет оказался мошенническим, то деньги уже не вернуть. Но если, скажем, банк просмотрел подозрительный перевод и не предупредил клиента, компенсировать все будет именно организация, сколько бы вы не перевели аферистам. А здесь действительно вся сумма. Это и один рубль, и сто рублей, сто тысяч, сто миллионов и так далее. То есть абсолютно вся сумма. Но все-таки все равно самая большая ответственность сложится на самих людей. Потому что схем очень много, да, пока мы с вами разговариваем, схемы еще какие-то новые, видимо, появляются. И заход мошенников может быть абсолютно разный. Но самое главное, в конце, так или иначе, у вас как-то выведать разовый СМС-код, CVC-код, данные там карты, либо чего-то еще. Мошеннических схем много. Золотое правило одно – не сообщать код из СМС, который вам отправили во время звонка с незнакомого номера. А персональные данные паспорта и кредитных карт тем более. Стефания Микишова, Ярослав Шишков. Новости Прима.